Сейчас в зоне специальной военной операции находятся наши ребята из 40-й бригады морской пехоты. Ежедневно своим трудом, силой, храбростью, отвагой они приближают победу. Свой долг на линии фронта выполняют и медики, среди которых бывшие студенты Камчатского медицинского колледжа. Преподаватели гордятся своими учениками, а нынешние студенты пишут на фронт письма и собирают подарки для пациентов военного госпиталя. Всех этих людей объединяет одна общая цель – приблизить долгожданную победу. Среди наших выпускников, я лично была куратором, на группе 163 есть один студент, который после окончания колледжа ушел в зону СВО. Он там работал медиком, конечно, подробности он нам не рассказывал, как, что там происходило. Но мы знаем, что наш выпускник стал героем России. Он выносил на себе ребят с поля боя. Могу сказать одно, что и я лично, и все наше учреждение, мы гордимся, что у нас есть такой парень, которого мы воспитали правильно. Есть у меня такой студент, который учился у меня, сейчас он на СВО, и поддерживаем с ним связь. Он периодически выходит, когда есть возможность, когда он транспортирует трехсотых раненых, и иногда у него возможность появляется передать весточку. Работа сложная, то, что он сейчас выполняет, оказывает помощь, ну, как врач, да. То есть помогает, находит раненых, выводит их на линию, где нет огня, передает дальше медицинским службам. То есть работа такая очень опасная, конечно, и ответственная. Очень нужна поддержка, и они ждут, и им приятно, когда о них помнишь, передаешь весточку, спрашиваешь, как дела, стараешься, причем, такую тоже информацию сообщать, ну, чтобы немножечко их, как бы, и к мирной жизни повернуть. Дети у нас в колледже молодцы. У некоторых отцы там находятся, у некоторых находятся избранники, назовем это так. Так, дети у нас писали письма, причем я был очень сильно удивлен, когда дети, не чёркая, не задумываясь, писали сразу письма, которые мы потом складывали в треугольнички, у нас многие преподаватели это делают, и отправляли потом бойцам на фронт. Так как я когда-то принимал участие тоже в восстановлении конституционного строя в Чеченской Республике, поэтому я очень прекрасно понимаю, как вот такое вот письмецо, ну, поддерживает человека, помогает человеку. И вот то, что даже центральное телевидение у нас показывает, многие мужчины хранят вот такие вот детские письма, это является как для них, как талисманом. Есть у нас такие студенты, которые служат в СВО, и с одним из студентов мы поддерживаем отношения, я ему все время передаю приветы, благодаря его жене, которая тоже выпускница нашего колледжа. Нужно их обязательно поддерживать, даже вот, где-то даже мои приветы через его жену, да, я думаю, что ему это очень приятно, и он понимает, что о нем помнит его любимый преподаватель. Преподаватели и студенты медколледжа передают нашим бойцам самые теплые слова поддержки и верят в их скорейшее возвращение домой с победой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА